Ладно, доброе утро, друзья, в эфире Игромания, 21 октября, Артавас Мурадян, Захар Бочаров, Василий Копейкин что-то колдует за компьютером, мы начинаем нашу подборку новостей. Просит меня сделать потише. Тебя? Это что-то новенькое. Заткнись! Все, продолжаем, Вась, продолжай, все окей. Сегодня будет розыгрыш. Сегодня будет розыгрыш? Да, я вернулся, наконец-то, я вернулся и буду осыпать вас. Розыгрыши были без тебя. Ну да, потому что я написал, сделай эти розыгрыши. Ну да, мы их делали. Ну как только я и не написал, их не было, понимаешь? Ой, все. Мне сегодня прислали код на альфа-версию Doom на тестирование. А когда? На выходных. На этих? Стримить нельзя. Стримить нельзя, но мы же будем стримить. Я в первую очередь посмотрел стримить. Мы же эти, нарушитель закон. Плохие парни, да? Мы же плохие парни. В любом случае, в понедельник было свежее впечатление, так что... И если вам пришел код, кстати, я не через Агромани его получил, а просто записавшись на тестирование, так что, если вы записывались, посмотрите, добавляйте PSN, будем вместе рубать. Спрашивают в чате, я не могу упустить этот вопрос. Ребята, сколько Арику и Захару? Арику и Захару 53 или 54? На двоих, да. 53. Вот так вот. Кстати, правда же 53 на двоих? Ну ты такой, я отвык от этого. Мы с тобой старые. Я отвык от этого остроумия. Мы такие старые. Все, давай начнем. У нас сегодня вроде нет никаких объявлений особо... А, есть. Есть. Давайте, давайте. Сегодня мы разыграем G-Toy гифт карты, три штуки, в конце среди платных подписчиков, как вы любите. Вот. Это не мое объявление. А твое, давай. Мое объявление. Мир фантастики сегодня проводит встречу с читателями в Москве, в клубе-кафе «Папа Вейдер». Как это иронично, учитывая свежий трейлер «Звездных войн». Я вчера его пересматривал раза четыре. Я пересматривал раз двадцать просто, до тех пор, пока он мне не понравился. Просто я ночью его ждал и, понимаешь, сейчас, ладно, окей, маленький автоб, просто давай, я себе позволю, коль уж ты вернулся, в честь твоего возвращения. Разница, то есть информация о том, когда вы получили «Покажут трейлер» очень сильно разнилось. И изначально говорили, что… Не в три ночи разные? Нет, его показали в результате в пять утра. Вот почему ты на случай я не пришел на работу. Да, именно поэтому. Но ждать я начал в три ночи, и поэтому за эти два часа хайпа просто беспрерывного в интернете я себе накрутил ожидания от трейлера просто до такой степени, что ничто не могло их удовлетворить. То есть я посмотрел трейлер такой, окей, надо быстро запостить мир фантастики, так репост большую группу игрования, так в Twitter, так в Facebook, все готово спать. А вот вчера я уже пересмотрел его нормально несколько раз, и тогда я понял, что он вообще очень годный. И что фильм я жутко жду. Слушай, я, честно говоря, я тогда еще был в отпуске, когда вышел, собственно, вчера утром. Тебе не быть комфортно прям, да? А я сижу завтраком, такой, о, новый трейлер. Я позавчера читал, что будет, такой смотрю прям за завтраком, такой, блин, как круто, на телефоне. Это единственный верный способ, кстати. Слушай, ну это было так круто. То есть я прям не ожидал. Я думал, ну будет прикольно, и тут такой прям до мурашек. Знаешь, что еще было круто, я зашел в фанатскую группу Звездных войн, нашел ВКонтакте, потому что подумал, что там в первую очередь будет трейлер. Написал в комментариях, типа, ну что, чуваки, привет, ждем. И написали, вот этот чувак, который ведешь стримы Игромания. Привет, я смотрю Игроманию утром, респект вам. Было очень приятно. Вот, и в общем... Игромания Дэйли, да, зашел. Из-под своего, из-под артовазду Мурадья написал, да. В общем, в клубе-кафе Папа Вейдер будет встреча с читателями, посвященная тому самому дню, когда Марти Макфлай отправился в будущее. Смотрим на нашу присказку дня. И сегодня это даже не фотошоп, потому что я знаю, вы такие смотрите скептичные, думаете, ааа, уже 50 раз в фабликах писали о том, что сегодня Марти Макфлай отправился в будущее. Это все обман, чтобы собрать классы, я больше этому не верю. Сегодня можно верить, сегодня мы встречаемся с вами в кафе Папа Вейдер, будем обсуждать новые... Ты тоже будешь? Да, я тоже буду. Серьезно? Конечно. А что меня не пригласил никто? Ну, там вход свободный, ты приглашал. Нет, мне нужна официальная... Официально right now you are invited. Сегодня 8 вечера. Давай, погнали. Я буду твоим плюс один? Выходит, что так, к сожалению. Будем кушать, будем пить, будем общаться с вами, отвечать на вопросы, связанные с миром фантастики, может быть, немножко проигромания. Короче, будет лампово, приходите, вход свободный, все пригласим. Ну, ладно, я тоже скажу, так и быть, раз ушли, притом, что только что заходил Сережа, серебрянский, главред Мирфа, и даже не пригласил меня. Пальцем показывает, только короче, вот, нет, ну ладно, я что, конечно, да. Вот, свободный, кто угодно приходит, да даже Вася может прийти, я вижу, он тоже грустит по этому поводу. Давайте начнем, перейдем к основному блоку, свежие релизы. Пятый эпизод Life is Strange выступил в продажу. Ура, ура, да. Тот самый эпизод, про который разработчики говорили, что все будут плакать. Ян Кузовлев, вердикт... Плачет. Нет, вердикт от Яна Кузовлева, предсказуемая фигня. Серьезно? Я, блин, я этого так боялся. На самом деле все говорят, что предсказуемая фигня. Потому что, понимаешь, даже, я можно прямой релиз? Да, конечно, можно, ты же это любишь, а я люблю тебя слушать. Макс поймет, что время контролировать невозможно и окажется перед самым трудным выбором в своей жизни. Приближается буря, ярость бурящая в груди Максин вот-вот выплеснется наружу. Ты вначале озвучил, наверное, да? Признайся. Нет. В общем, ну, я вообще не играл в Life is Strange, честно. Я сейчас тебе скажу, значит, смотри. У меня, ну, игра вообще по духу очень похожа на фильм Дони Дарка. Ну, там тоже немножко про это. Я сейчас не буду спойлерить дальние эпизоды, ну, крайние. Я поговорю о самом начале. Завязка сюжета в том, что подруга ее убивают, и она начинает перематывать время. Прямо в самом начале игры. И спасает ее. Я боялся, что в концовке будет, знаешь, такая тема, типа, время перематывать, типа, это плохо, это ведет последствия, поэтому все надо будет вернуть на свои места. И походу все будет именно так. Слушай, ну мы оба прошли, то есть оба не прошли, можем поспекулировать. Мне кажется, тоже там, но она откажется от своих способностей каким-то образом, если со своей подругой едет в закат. Нет, подруга должна умереть, иначе все пойдет не туда. А, то есть им придется, наверное, попрощаться. Ну, по логике, по логику. Опять-таки, это предположение, мы не прошли игру, мы просто думаем. Да, мое предположение такое, потому что обычно, ну намек, очень сильный намек на то, что из-за того, что перематывать время, во-первых, вредит своим мозгам. Ну, эффект бабочки, кажется. Вот, и, соответственно, кстати, сегодня, скорее всего, почти точно 90%, мы с Ваней пройдем пятый эпизод вечером, приходите на стримах, кто... Как же посмотри. Папа Вейдер? Блин, Папа Вейдер. Мы подумаем об этом. А во сколько Папа Вейдер? Восемь. Ладно, может, не пройдем сегодня. Ах ты, вот как, значит, да. Папа Вейдер превыше работы. Ладно. Встреча с читателями Мирфа превыше работы. Да не суть. Ладно, окей. Финальная глава в истории под названием Polarized вышла вчера на ПК, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One, то есть на всем актуальном. Да. И посмотрите трейлер. Ну, постримить мы все равно постримим, но не факт, что пройдем сегодня. Окей. Трейлер пятого эпизода доступен. Ждем рецензии финального вердикта от Яна Кузовлева. Мистера предсказуемых. Мнения в Твиттере немного смешанные. А, там уж. Ну, в любом случае, если вы дошли до пятого эпизода, я не думаю, что вы дропнете. Ну, серьезно. Мы заставим всех плакать из-за плохой концов. Из-за предсказуемости. Да, из-за предсказуемости. Ну, ладно, окей. Всякое бывает. Посмотрим. Посмотрим на Life is Strange, когда оценим ее целиком. Да. Перейдем к основному блоку, друзья. Assassin's Creed Syndicate, который, ребята, стримили вчера, получит сразу два патча в день релиза. Два! Понимаешь? Ну, то есть... Потому что один патч это слишком мистер. Потому что, понимаешь, мы Ubisoft, мы делаем по одной игре в год, потом мы делаем по две одинаковых игры в год, а потом мы делаем по два одинаковых патча в первый день. А знаешь, почему? Потому что два главных героя. Мужчина и женщина. На каждого по патчу. Да, если бы они женщину не пропатчили, было бы куча дерьма в интернете. Одна игра, два патча, три дополнения, четырехзначная цена, все нормально. Представители Ubisoft Montreal, собственно, сообщили, что в день релиза игра получит сразу два патча. Объем каждого из них будет где-то 550 мегабайт. Прошу запомнить эту цифру. Попутно он опроверг слухи о том, что патч будет весить 18 гигабайт. Откуда эти слухи? Не знаю, наверное, от Ведьмака, от CD Projekt Red, мне кажется. Серьезно. Прикинь, они сами вбросили. Патч это на 17 гигабайт. Да. Он сказал, что не знает, почему такой слух возник. Он, наверное, все-таки знает, но делает вид, что не знает. Он только читает в интернете же, он же не в отпуске. Покупатели смогут загрузить два патча, оба в первый день. Они будут весить не более полутора гигабайт. То есть все-таки может быть не 550 мегабайт. Может быть 700 и 750. Да, справедливо. Обманул, обманул. Вполне возможно, что ты прав. Единственное, что мне не дает покоя. Почему не один патч? Почему нельзя два патча слепить в один? Ведь они не рассказывают спецификации. Похоже, это просто два файла загрузки. Почему не один? Ubisoft. Неужели сложно слепить в одну фигню на полтора гигабайта? Потому что проще скачать два маленьких патча на 550 мегабайт, чем один на полтора гигабайта. Ну фиг знает. Учитывая то, что эта запятушка уже как бы не так актуальна для патчей. Сколько там патч у Ведьмака был? 17 гигабайт на PlayStation 4. Теперь любой разработчик вправе сделать патч на 16,5 гигабайт. И никто не может ему отказать, да? Это не самый большой патч, ребят. Вы чего? И вообще могут сделать патч с половиной игры, как эти сделали. Tony Hawk Pro Skater. Да, Tony Hawk Pro Skater, которые выпустили игру, а потом патчем накатили всю остальную игру. Боже, я так скучал по этим новостям. Игра выходит, напомню, послезавтра. Обязательно будем стримить в день релиза. До релиза мы уже постримили. В общем, посмотрим. Будем стримить. Обстримимся просто. Выстремим из него все дерьмо. Которое, возможно, там даже не будет. Кстати, возможно и будет, а возможно и не будет. По сути, будет ли что выстримливать. PC-версия выходит 19 ноября. Ну, кому вообще она нужна? Потому что 10-го выходит. Фоллоуут. Не, ну есть свои фанаты в Assassin's Creed на ПК, безусловно. Но началось, но началось. Господи, что ты, что Георг просто. Вот, и посмотрим, что будет с синдикатом. Вроде багов немного, судя по первому стриму. Я особо не заметил. Правда, Ян играл как дебил, поэтому там было сложно понять. В смысле? Но он включил режим максимум такой, знаешь, невживаемости в роль. Он там ходил, что-то пинал женщин. Ходил по ведрам с водой. Ну, короче, ну, как-то растягивал для себя удовольствия. Это было прикольно. Посмотрим. Так как ты любитель серии. Посмотрим, может быть. Любитель обмазываться Assassin's Creed? Может быть, может быть, посеримим. Может быть, нет. Не знаю. Посмотрим. Пускай меня поуговаривают. Уговаривайте, ребят. Срочно пишите в комментариях. Захар, давай стримить Assassin's Creed. Дальше двинемся. Линкен Парк выступит на закрытии. Говорят, так сказать, Линкен Парк. Чтобы все, кто не проснулся, такие, а? Линкен Парк выступит на встрече... Мир фантастики по Линкен Парк Вейдере. Второй состав. Двойники Линкен Парк. На закрытии фестиваля BlizzCon в Калифорнии. Да, вот такие дела. Опять вот такие дела, ладно. Blizzard Entertainment объявила, что на закрытии BlizzCon в этом году выступит группа Линкен Парк. Игроки и поклонники группы смогут купить виртуальный билет и следить за виртуальным выступлением группы в прямом эфире. Просто на YouTube концерт посмотрите. Ну, как бы, да, разницы нету. То есть, ну, нет, но те, кто попадет на BlizzCon, им, конечно, очень свезло. Не-не, вообще гениальная схема. Мне нравится, что Blizzard подает билеты на виртуальные просмотры своих BlizzCon. Уже давно. Да, да, да. Мне нравится, как они от обоставленного потока никто не жалуется. А понимаешь, что они дают плюшечки там. У тебя в Diablo 3 какую-то вещичку, в World of Warcraft какого-то пэта, почтальона пэта, рубашечку тебе в Hearthstone. И вот еще там просмотры, какие-то нарезки эксклюзивные. Для этого надо играть во все части, во все игры Blizzard, что я... На которых прям очень много. Ну, я в половину типа... Во все игры Blizzard, во все три. Я играл в две из них. StarCraft и Hearthstone, понимаешь? Ну, блин, скоро в Overwatch, наверное, еще будешь играть, если они постараются. Вообще, конечно, идея классная с Linkin Park'ом. То есть, знаешь, такие идут анонсы, анонсы, анонсы. Фанаты уже такие разогретые, довольные тут Linkin Park. И все просто в экстазе. Они кидают свои свэкбэги, снимают с себя одежду, кидают ее на сцену. Красно, подожди, подожди. Ирестанин пересказывает свой сон. Linkin Park анонсирует Diablo 4, поет после этого какую-то песню. Все в экстазе. Игровая индустрия никогда не будет прежней. Габен посрамлен. Вот это вот все. Знаешь, мне всегда странно, когда такие звезды, ну, музыкальные, выступают на всяких игровых ивентах. Да? Да. Спринг на Днерождение Wargaming тебя не смутил? Нет, День рождения — это День рождения, это закрытые пальцы. День рождения — это День рождения. Это закрытые пальцы, понимаешь? Сказал Виктор Кислый. Можно и в спринг. Не, мне нравится в целом, хорошая тенденция. Ну, то есть и анонсы какие-то, и музыку послушать классную. Ну, то есть это как-то, ну, облагораживает в целом ивенты. Я представляю слэм среди миллионов нердов. Даже не знаю, что тут добавить. Небольшой офтоп. Ты видел серию в Симпсонах, где они ходили с Бартом и Бартом Милхаус на рок-концерт? Нет. Вот, посмотри. Хорошо. И вы тоже посмотрите, чтобы я ни один чувствовал себя неуютно по этому поводу. Ладно, поехали. Погоди. Близзкон пройдет с 7 ноября в городе Анахайме. Как всегда, уже место встречи изменить нельзя. Артемий Козлов побывал на мероприятии Роту Близзкон. Вот так вот, теперь их два. И поиграл там в Overwatch, бета которого начнется уже скоро. Я думаю, на Близзконе нам и расскажут, когда точно. И написав впечатление на сайт, зайдите, посмотрите. Есть в видеоформате, если вы не любите читать. А то мне в личку уже пишут люди, типа, привет, хорошая статья. Есть такое же в виде видео? Есть. Посмотрите, что Артемий думает по поводу Overwatch. И скоро вы участвуете в бета-тесте. Я тоже с этого просто высадился дико. Ну, то есть, мне интересен материал, но я не хочу его читать. Окей, бро. Окей. Move along. Нет, подожди. Для этих людей мы работаем. Не, ну это понятно? Ну, камон, текст, интересная информация. Напрягись. Согласен. Согласен. Но, тем не менее. Всех любим все равно. Несмотря ни на что. Давай дальше. Поехали. Открылся ранний доступ к новому дополнению для Star Wars Old Republic. The timing is right, как говорится. Показали трейлер. Да, да, да. Это все на хайпе люди. Давайте вот во все. Звездные войны. Где, во что поиграть. Все новые дополнения. Сюда его все шпилят. Да, напомню, что на E3, по-моему, да, нонсирование? Да, на E3. Очень красивый ролик был. Найс ов the Fallen Empire. Как всегда, CG-ролики у BWR и вообще у Star Wars в частности, Old Republic, очень хорошие. По поводу качества игры я ничего говорить не буду, потому что с релиза уже прошло пару лет. Я не знаю. Я играл на старте. Я играл прямо в первый день релиза. Я имею в виду про дополнение, бро. А, ты об этом? Да. Как-то да, я сам сказал и поежился. Вот. Собственно, некоторые пользователи, которые зарегистрировались с лета по октябрь, по-моему, вот, они смогут получить доступ, ну, некоторые получили доступ ранний в дополнение под названием Knights of the Fallen Empire. Вот. Попутно студия, ну, господи, студия представила ролик под названием Alliance, посвященный дополнению. В нем нам вновь показали главного героя дополнения, как и в CG-ролике, очень красивом. Посмотрите, если не видели, я прям люто рекомендую. В нем показали ветерана Великой Галактической Войны по прозвищу Чужак. Чужак. Вот. И Чужак. Помимо сюжетных квестов, дополнение добавит в игру новых врагов, поднимет планку развития, ну, кап-левел до 65-го уровня. Основная масса подписчиков получит дополнение бесплатно совсем скоро, на следующей неделе, 27-го октября. Да, то есть разница небольшая, подождать осталось совсем немного. Если кто-то играет еще в The Old Republic, то это, несомненно, для вас. Ну, явно кто-то играет. Было бы странно, если бы они делали дополнение, там один человек такой бегает. Ну, как все круто сделали. Гладит стены такой, да? Собирает все задания. Окей, ладно. Да, тут особо говорить не о чем, потому что я играл только на старте. К сожалению, разочаровался, за харпом вообще не играл. Вообще не играл. Ну, то есть я ММО, нет, не перевариваю. Ну, вот это ММО, я пытался дать шанс. Ну, вот видишь, что получилось. А я не расстроился. Да. Ладно. Анонсирована новая детективная игра про Шерлока Холмса. Если была бы Полина Малахова, она бы обрадовалась на этой новости безумной. Она играет, по-моему, в каждую. Мне кажется, он закрывает рукой лицо, потому что он кимбербатч. Правда похож? То есть это великолепие своего? Ну, то есть как ты хочешь, чтобы я сказал, похож или нет без лица? Да, похож, мужчина. Ну, в смысле... Найс! Найс! Да, при этом паркур добрался до игр про Шерлока Холмса, я так вижу. То есть модно быть Дрейком. То есть смотри, я Шерлок, и я перепрыгиваю через бревно. Press X to... Перепрыгнуть. Да. Press X to перепрыгнуть через бревно. Бревно, так и написано. Студия Frogware санонсировала новую игру из Шерри... Из Шерри. Из Шерри и Серлок Холмс. Из серии Шерлок Холмс под заголовком The Devil's Dota. Девилс Дота. Ой, господи, Дота похожа на Дота. Вот это открытие, Алик, с возвращением в Россию. Игра выйдет весной на ПК, PS4 и Xbox One. Дочь дьявола. Дьявольская Дота. Давай дальше шутить по этому поводу. Знаменитому сыщику вновь предстоит... Поиграть в Доту. Представляешь, как было бы гениально, если он такой садится по ходу расследования, очень быстро за кампусик и запускает Доту. Ну да, ведь раньше он закурил трубку, а сейчас как бы изображение курения под запретом в телевидении. И тут решили тоже, знаешь, вместо этого он садится... Тоже под запретом. Да, согласен. Знаменитому сыщику предстоит расследовать таинственные преступления, допрашивать свидетелей и руководствовать своей знаменитой дедукцией, назвать настоящего злодея. В общем, те, кто играл, они примерно... Злодей тот, кто слил катку. Вот тебе поперло. Кто про мид, да, отдал? Да-да-да, кто мид сдал, тот злодей. По словам разработчиков, каждый выбор сделанной игроком отразится на дальнейшем прохождении. Убийца... Не верим. Убийца Пудж. Господи, я прям знал, что ты скажешь именно Пудж, вот серьезно. Создатели... Я не вспомнил других героев. Я тоже не знаю, кстати. Нет, я знаю, но я не помню. Я знаю только Пуджи и снайперы, все. Создатели... Причем снайперы, потому что его зовут снайпер. Создатели приготовили для поклонников творчества Куана Дуэля пять детективных историй, в расследовании которых Холмс, естественно, поможет его друг, друг Ватсон. Док-друг. Разрабатывает украинская студия Frogwares, если что, так что вот эти шутки про локализацию, они были недалеки от правды, мне кажется. Последняя на данный момент часть под названием Crimes and Punishments вышла в 2019 году, и она была довольно неплохой. У нас на сайте есть рецензия. Поищите, возможно, это ваша тарелка. Вообще, ребята уже сделали семь игр тарелок супа. Да. Семь игр тарелок супа. Да. Вот. И каждая по-своему неплохая. Ну, то есть это не Нэнси... Ну, вообще, все прям говорят, что... Довольно-таки тащит. Котируют, да. Да, но это как бы не Нэнси Дрю, которая там... Согласись, это вообще Assassin's Creed. Ну, просто это как бы все не интерактивное, я хочу тебе сказать. Это просто... Нет, подожди. Холестиком мышки так сделали... Я сейчас включу детективы-игромане и скажу, смотри, здесь он научился перепрыгивать через бревно. Соответственно, здесь он сможет забираться на дома. Потому что они из бревен. Если посмотреть внимательно на первый скриншот, то, возможно, он не перепрыгивает через бревно. А кто-то просто выстрелил в него из бластера, и он отлетает за бревно. Может, кто-то в него выстрелил бластером, который стреляет бревнами? И он такой... Как матрица. Это был убийца. Так, все, цепочка пошла. Дедуктивный метод. Фиг знает. Окей, ладно. Кто-то ждет, кто-то не ждет. Шерлок Холмс такая вот интересная тема. А, новый эпизод выйдет под Рождество. Рождественский. Сериал о Шерлоке. Убийца Пуч. Поехали дальше. Окей, давай дальше. Wargaming открыла подразделение по разработке мобильных игр. Да. Вот так вот, просто тупо, без никаких подводок. Просто тупо взяла и открыла. Да. Как мужики сделали. Да. Wargaming объявила об открытии WG Cells, нового подразделения компании, которое займется разработкой мобильных игр. Сперва всего два офиса откроют, в Киеве и в Сиэтле, но потом появятся и другие, как гребочки после дождя. Yes. Да. В этом, кстати, я не сомневаюсь. Раз, два, пух. На самом деле, Wargaming у самой офисов по миру дофига. Есть даже офис в Токио, просто мало кто знает. Ну, в смысле, они просто не такие крупные. Final Fantasy XVI. От Wargaming. От Wargaming. Wargaming Labs представляют. Да-да-да. Собственно, отвечать за стратегию развития будет главный операционный директор компании Wargaming Марат Карпека, а бывший глава Dropforge Games Дэвид Блум станет операционным руководителем, сообщили разработчики. По их словам, на решение открыть WG Cells повлиял успех, как, ну, очевидно, World of Tank Blitz, потому что ее скачали 35 миллионов человек. 35 за хард. У меня игра бесплатная, скачали бесплатно. То есть, успешно она по аудитории, это, несомненно, по деньгам, там, как бы, Wargaming намного виднее. Мы не будем просто аналитик подиваться. Ну, в случае с бесплатными играми, первая главная цифра это скачки, а потом, ну, прибыль уже. В случае с бесплатными играми, первая цифра окрасит прибыль, а вторая уже. Не, я имею в виду первая, типа, которая хвастается. Ну, я согласен. Ну, просто, знаешь, у мобильных раннеров, к примеру, вот у Temple Run, вот у этого, который у всех на мобилках был, или у Subway Surfers, который вы все знаете, там загрузка под 100 миллионов. Ну, он платит очень мало. Ну, то есть, блин, я не хочу считать деньги за Wargaming, это глупо и бессмысленно. Если открывают, значит, молодцы. Но просто 35 миллионов, это не супер крышесносная цифра для мобильной игры. Ну, это нишевая игра. Ну, да, я согласен. Нишевая мобильная игра, очень, очень. Ну, то есть, когда ты говоришь про... Раннеры, понимаешь, их скачут все просто. Мне кажется, вообще все скачут. Я с тобой согласен. Но все-таки, там, допустим, если мы говорим 35 миллионов продаж у какой-нибудь триполы игры, это офигеть. 35 миллионов для мобильной игры, очень хороший показатель, да, но там без откровения. По служном списке нового подразделения будет 3 проекта для iOS, я думаю, впоследствии и для Android, но об этом речи не было. В их числе стратегии Loot & Legends, шутер Fantastic Plastic Squad. Название просто мэ. Мне очень нравится. Вот, особенно Fantastic Plastic Squad. Я надеюсь, это игра про Барби. И там можно вообще-то сколотить банду из четырех Барби и пойти валить кену. В конце года мы об этом узнаем, потому что игра выйдет. И ролевая игра Smash Squad появится в 2016 году. Мне интересно, что они сделают, но я не думаю, что будет что-то прям запредельное, просто будут мобильные игры. Просто нишу занимают и все. Открывают Wargaming Labs, где они будут выпускать взрослые игры, открывают мобильные подразделения. Все логично, скоро Wargaming будет на каждом вашем девайсе. Вася привыкнул с этой новостью. Нас это обрадовало. О игре Fantastic Plastic Squad нужен был заголовок Made of Plastic It's Fantastic. Двинемся дальше. И саундтрек японского диджея Fantastic Plastic Machine. Господи. Мы прокачали бесплатно вашу игру Wargaming. Свежая новость из мира Konami. Не, не, я бы сказал, что это продолжение сериала. На самом деле, да. Konami опровергла слухи об увольнении Кодзимы. Кодзима такой, сидит дома такой, что? Причем в интернете есть даже фотки вроде с прощальной пати, которую Never Killed No Buddy. И там стоят все сотрудники Кодзимы Продакш, там ее здесь НК, вот стоит все с пластиковыми стаканчиками, смеются. Но Konami опровергла сведения. Они такие, Konami опровергла. Опровергли они, уроды. Об официальном увольнении Кодзимы, по словам представителя издательства, создатель Metal Gear Solid просто ушел в отпуск и вскоре вернется на работу. Когда говорит игромания, человек уходит в отпуск, он действительно возвращается на работу. Когда говорит Konami, в Яхайле скептикл. Сейчас Кодзима... Ну вот она, картинка. Да, да, да. Сейчас Кодзима числится в штате компании, он ушел в отпуск, однако его команда заканчивает работу над DLC для Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Вот такие дела, кстати, интересные подробности вдруг, правда? Да, неожиданный анонс. Третья глава. Более того, сотрудничать с Кодзимом мы планируем и в будущем, заявил сотрудник Konami, имя которого не называется Хидео Кодзима, наверное, заявил. Говорят, что Курдаят, а еще что Хидео Кодзима официально уволился из издательства 9 октября, по сведениям от The New Yorker, то есть хорошего источника. Я напомню, что когда-то перед Е3, именно газета, далекая от игр, тоже какой-то, я сейчас не буду называть, Guardian, да, анонсировали, что покажут The Last Guardian и ремейк Final Fantasy VII. Они поржали, а как все получилось? Почему я верил? А я нет. Я верил в защитников. Как дела обстоят на деле, неизвестно. Но у меня есть мысль. Сам Кодзима настойчиво игнорирует тему увольнения и не дает никаких комментариев по этому поводу. Мне кажется, что первые слухи, если помнишь, были, что у Кодзима контракт до декабря. Да. Возможно, он взял отпуск до декабря. Ну серьезно, они такие, мы его не уволили? Он еще в штате, он в отпуске. Потом вернется и уволится. Может он перед уходом еще, я не знаю, где-нибудь код поменяет в какой-нибудь DLC, например, для Metal Gear. Мы и спланируем с ним сотрудничать еще. Я хочу тебе сказать, что есть другой расклад. Вдруг они одумались? Никто не увольняет Кодзиму. Silent Hills сейчас вернут разработку. Естественно, я на это надеюсь. Починка от меня. Мне хочется в этом... Нет. Лучше. А потом я проснулся. Metal Gear Solid 6. Да. Phantom Kozima. Hideo Kozima Pachinko Game. Да, Hideo Kozima Game. Починка Game. Я понял тебя. Но это так грустно, что даже не вызывает у меня смех. И мы таки будем сидеть, и через год вот с этим совсем мы будем такие, лучше бы его уволили. Я просто недавно посмотрел, кстати, Дель Торовский этот, Багровый пик, и весь фильм у меня не выходил из головы мысль. Когда же Hideo Kozima выпрыгнет из комнаты? Нет, намного хуже, что Дель Торо сделал бы прекрасный визуально Silent Hill. Он бы просто его отточил до последней детали. Но ты меня сейчас немножко расстроил, потому что для этого было достаточно посмотреть предыдущий фильм Дель Торо. Ну да, естественно, он просто не потерял формы. Ну, например, Лабиринт Фавна. Ты смотришь и понимаешь, что, блин, ну все, он справится с чем угодно вообще. Ну, суперкрасивый фильм, очень жалко. Еще есть царская шутка про увольнение Кодзимы, которую совершенно нельзя озвучить в прямом эфире, потому что она спойлер по Metal Gear Solid 5. Поэтому ладно. И при мне тоже нельзя. Окей, при тебе нельзя. Ну, если бы было можно, ладно. Напишите в личку, я вам расскажу эту шутку, если вы хотите. Прям его распирает. Шутка-минутка. Я прям прочел все. Ладно, ради тебя я поскорее пройду, Metal Gear. Ну, хорошо. Но все равно в прямом эфире не смогу озвучить, но хоть тебе расскажу. Да, я помню, тебя ругали за спойлеры, один за фильм. Я не спойлерил причем. Причем я не спойлерил. Это просто... А, всю неделю ругали? У Георга пригорело, потому что... Там что-то про Halo 5, да? Я сказал, я прочел концовку Halo 5 на Reddit, она, кстати, оказалась неправдивой. Я прошел Halo 5, там другая концовка. Я сказал, я от нее офигел. И Георг такой, о, спойлер, Захар, ты сошел с ума, ты тут практически напрямую говоришь, чем заканчивается Halo 5. Короче, блин, Георг был в режиме усиления этого, как его, саркастического всю эту неделю. Хорошо, что ты вернулся. Давай дальше. Ладно, поехали к следующей новости. Геймплей. Все. Ладно. Геймплей новой игры от создателей Alone in the Dark. Показали в трейлере. Вообще небольшая ложь, потому что... Ну нет, ну не ложь, но... Мы не лжем. Ну ладно, ладно, хорошо. Ну нет, мы не лжем. Я имею в виду, что там геймплей... Ну он есть. Ты вот просто, понимаешь? Студия Gloomy Wood представила трейлер хоррора Too Dark. Там игра слов, если что, там 2D написано. Помимо того, что он типа 2D, еще и Too Dark. И вообще типа Too Dark. Фрэкчурд Батхолл. Да. Фрэкчурд Батхолл, да. В создании которого участвует дизайнер Alone in the Dark. Ну как вы уже догадались, когда я зачитывал новость. В ролике разработчики показали игровой процесс грядущего проекта. В Too Dark мы дадим новое определение понятию хоррора. Все так говорят. Игрокам предстоит взять на себя роль детектива Смита и спасти детей, похищенных серийным убийцей. Убийцами. Так вот, пояснили сотрудники Gloomy Wood. 2D Dark это приключенческий хоррор со стелсовой механикой. Игрокам нужно будет всеми силами. А все силы это фонарик. Избегать столкновения с противниками. Ну еще оружие будет какое-то. Но я так понимаю, там особо шуметь нельзя. Судя по трейлеру. Потому что я бы просто включил бы свет в комнате и расстрелял бы всех. Но нет, буду ходить фонариком, пистолетом и бить их прикладом. Я не знаю. Все верно. В большинстве локаций царит мрак. Поэтому главным оружием героя станет масляный фонарь. Релиз намечен на 2016 год. Французская студия, основанная в 2014 году, состоит всего из 4-х человек. Среди них один из дизайнеров Alone in the Dark, самого первого 92-го года. Самого первого 92-го. Представляете, все окей. Фредерик Рейнелл. Вот, я посмотрел трейлер, мне вообще понравилась стилистика. Стилистика классная, да. Как рисованный мультик из 90-х. Да, при этом хоррор. При этом хоррор, да. Классно они ухватили вот эту тему. Но сама игра, я не знаю, не внушает меня. Ну, знаешь, она должна выйти на DS, мне кажется. На 3DS. Или на 3DS. Как будто так снял крышу и в эту комнату. Уху, ничего себе. Вы ходите, ищите детей, убегайте. Я видел, как он убил собаку. Вот что я видел в трейдере. Засранец. Если Bethesda сделать так же, я просто отвернусь от этой компании. Ну, тогда ты можешь сразу отвернуться. Почему? Ты думаешь, что они убьют собаку? А, эту? Одну единственную? Я думал, вообще. Нет. А, ну, конечно, эта собака лучше, чем все остальные, да? Это что за собачий вообще... Это ужасный человек. ...расизм. Окей. Что сказать по поводу The Love of the Dark? Было переиздание, кстати, в каком-то 2008 году. Ну, в общем... Последняя игра ты имеешь в виду, да? Да, относительно неплохая она была. Но это не переиздание, а... Перезапуск. Переосмысление, да. Была очень крутая механика, все было очень круто, но что-то было не так. Она была недоделана. Я играл в нее на Wii. Все, поехали следующий новостей. Чувак, она там реально была тупо недоделана. Там не было концовки у игры. Она заканчивалась, ты выполнял какое-то задание, и знаешь, было нехрен делать. Серьезно, ты ходил, и все. Они тупо не успели закончить игру, не записали последнюю часть. Вот это был вообще ВИМ просто. Причем она была хорошая, но ее все ставили четверки именно из-за этого. Да, я не уверен, что именно этот мужчина, который создал игру в 92-м году, имеет к ней отношение. Но вообще, это вот часть последней Alone in the Dark, которая выходила. Вот Захар, по-моему, правильно назвал дату, я точно тоже не помню. Но вот, там была основная фишка, там боевая система была очень интересная. Во-первых, они сделали какой-то очень крутой огонь, который распространялся по физике. Да, 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 они очень хвалили. Там на этом были построены некоторые загадки, и, ну, соответственно, можно было кидать там горючую смесь, поджигать, стрелять. Все очень красиво, но что-то ей не хватало. Она вообще очень достойная. Она неплохая, попробуйте. Это просто как бы напомнить, на чем остановились, условно говоря, перед тем, как выпустить что-то похожее. Хотя, по-хожему, это уже можно назвать с натяжкой. Ладно. Не дня без новостей про Звездные войны. Хан Соло Ле и император Палпатин официально подтвердили. Палпатин? Палпатин? Подтвердили, что будут на встрече с читателями мира. Да, сюда члены в кафе Папа Вейдера выступят вместе с группой Linkin Park на закрытии фестиваля BlizzCon в Анахайме. На самом деле нет. Просто появится в Star Wars Battle of Run вместе с тремя новыми режимами, между прочим. Есть фоточки. Вася сейчас их, наверное, покажет вам. Хан Соло прям как молодой. Вечно молодой. Тяжело немножко смотреть на него в фильме, но там он тоже держится хорошо. Но неудивительно. Седьмой эпизод, да. К сожалению, в реале у нас не компьютерная модель. То есть, или, к счастью. Окей, неважно. Слушай, а Палпатин все такой же старый. Палпатин все такой же морщинистый. Все правильно, он не стареет. Быстренько расскажем про каждого из них. Лея это типичный сепорт. Помогает другим повстанцам, может регенерировать их здоровье. И имеет специальный выстрел, который убивает одного имперца за один выстрел. Там она еще имеет супер щит. Ну да, но она, в общем, для... Если видите Лею, бегите к ней, условно говоря. Такая тактика пригреба Battlefront. Полечит, защитит, выстрелит, поможет. Я, ну ладно, я просто не уверен насчет Полечи. Там она может суппорты всякие скидывать, делать щит и стрелять, типа, выстрелом, который убивает вообще с первого выстрела. Окей, ну мне кажется, это не стоит принципиально, но окей. Я что, зря подробно вычитывал каждую способность? Зря. Что касается Хана Соло, то он похож на... Хана Соло. Он похож на Хана Соло, всегда стреляет первым. Плюс еще, ну, как другой персонаж повстанческой армии, но с расширенным арсеналом. И говорят, что он один из самых... Разработчике говорят, что один из самых легких персонажей за героев, с которого можно начать знакомство. С этим непростым делом. Потому что кто играл в бета-версию, знает, что когда тебе дают героя, ты немножко теряешься и умираешь за 3 секунды. Мне кажется, ты немного покраснел даже. У него есть 3 разных способности, которые позволяют стрелять очень быстро, без перегрева оружия. Ну, просто нажал на левую кнопку мыши и смотришь, как все умирают, да. Усиленный выстрел и счастливый выстрел. Лаки-шот. Да, и, соответственно, у него еще есть такое уклонение быстрое для того, чтобы уйти в сторону от выстрелов. В общем, как прокачанный... Как его, господи, у меня Рэбл Скам в голове сидит, как повстанец. Прокачанный повстанец, за которого очень удобно играть. Что касается Пал Патина, то основная его способность – это молнии, которыми он стреляет из рук. Не уверен, кстати, будет ли у него вообще лайтсейбер. Может ограничиться молниями и дистанционными атаками. С точки зрения баланса я, кстати, так бы и сделал. И еще он отыгрывает отчасти роль саппорта для Империи и помогает подлечивать товарищей. Star Wars Battlefront выходит 19 ноября на PS4, Xbox One и ПК. Кстати, появилось описание новых режимов. Там все довольно скучно. Ну, мол, тренировка, какой-то еще нет, такой средненький режим. Но подтвердили еще так называемый Hero Mode, в котором три... Ну, то, что мы ждали, собственно. Три парня со светлой стороны и три парня с темной стороны с друг с другом рубятся. А может быть и лея, да, может быть не только парни. Рубятся на карте и вокруг них там какие-то NPC-шки им помогают. Да, у меня вопрос только один. Это все герои или еще будут? Ну, фиг знает. Потому что я бы очень хотел из свежей трилогии. Я тоже. Не из совсем свежей, а из первых трех частей. То есть я бы хотел... Балансы между сторонами, то есть я бы все темные страны бы еще добавил. Не, темные-то понятно. Но на темную там особо... Ну, там Гривуса я бы хотел видеть. Я бы хотел видеть, там, не знаю, какого-нибудь Падме-медала условно. Ну, слушай, как... Молодого Оби-вана. Кайло Рено. Старого Оби-вана. Кайло Рено нет, я еще не знаю, кто он. Ну, блин, у тебя был бы меч с гадой. Пока что он тряпка. Он такой... Я сделаю то, что ты зафейлил, да. Ну, нормальный тряпка, он стал во главе новой империи. Да, действительно, тряпка вообще. Мы ничего еще не знаем. Ну, очевидно же, ну, очевидно же. Да нет, Кайло Рено... Я бы хотел, чтобы был Кайло Рено. Но, почему... Нет, ну... Кайло Рено это все, я думаю, что будет в дальнейшем. Естественно. Пока об этом рано говорить, их еще нет, блин, в фильме. Вот. И Мейса Винду, конечно же, мой личный топ вообще один. Мейса Винду. Окей. Фиолетовый световой мейс. Фиолетовый. 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 Я увижу, что за 50 баксов, которые просят за сезон пасс, тебе добавят даже Джа Джа Бинкса. Двинемся дальше. Тогда я сотру эту игру с компьютера. Порошок. Да, сотру я в порошок. Напомню, что у нас сейчас с сайтом G2A совместная акция, как и уже год. Вы можете купить с 20-процентной скидкой Star Wars Battlefront. Друзья, вперед. Вот. Перейдем к следующему блоку наука и техника. Канадец. У тебя прекрасная новость. Прямо твоя новость. Я даже немножко вчера чуть не всплакнул, когда она тебе досталась. Зачитай ее. Если вы не знаете, Захар выписывает все новости на бумажке. Закидывает в такое, типа, как лото, которое крутит. Крутит, крутит. Сортирован. Так, мне. Ага. Так. Звездные войны. Норм. Норм. Да. Арику. Сейв. Черт побери. Причем розыгрыши в игромании научили меня тому, что перерандамливать нельзя. Поэтому как выпало, так и выпало. Вот такие дела. Так вот. Наука и техника. Конец. Канадец собрал из деталей LEGO сейв с кодовым замком. Что только из LEGO не собирали. Мне кажется, скоро новый мир из LEGO собирается. Надо было на картинку поставить пиксель-девил, у которого радуга изо рта просто. На самом деле. Я сейчас понял. Да, он был бы рад. Канадец Джейсон Элеман собрал из деталей конструктора LEGO. Жалко, не поясняется, из каких конструкторов конкретно. Потому что интересно. Там же миллион вариаций. Там есть всякие, которые роботы, роботов можно... Ты в курсе, что из LEGO можно строить робота, который по цветам будет различать кубики и так далее? А нет, этого не знал. Там вообще программируется все это. Это, наверное, Google в свою руку приложил, судя по почесу. Вот. Собрал из конструкции деталей LEGO сейв с работающим кодовым замком. Более того, этот сейв нельзя вскрыть, потому что он так собран, что весь механизм, все швы, они внутри. То есть, если вы закрыли сейв, то вы не можете его никак разобрать, но только разбить. Вот. Я когда... Вот тебе и кодовый замок. Я когда узнал... Зачем еще что-то? Когда узнал про эту новость вчера, я подумал такой... Блин, было бы круто, если бы он еще и смог собрать такой, который разбить нельзя. Просто идеальный сейв для чего? Идеальный сейв из LEGO. К сожалению, нет. Если вы вооружитесь кувалдой, то сейв откроется. Он просто такой... Не бей меня! Фокусы нового поколения, да? Художник запирается в сейв из LEGO и выбирается оттуда. Разбирая его изнутри. Да, да. И собирает трон себе. Игрушка собрана из деталей конструктора. Ее нельзя, как я уже сказал, разобрать снаружи. Он вообще очень маленький, поэтому туда особо ничего не напрячешь. Но сам факт, что молодец, ты потратил миллион часов не зря, канадец. Не, ну круто. Это как бы... Это про изобретательность. Это очень круто. В LEGO можно творить вообще просто эти невообразимые вещи. Это одна из них. Я говорю, осталось, чтобы они выпустили... Ну или кто-то, знаешь, может отлить себе из, не знаю, стали эти кубики. Да. Вот. И собрать с клеем. С оберклеем и все. И запереться в нем. Парниша молодец. Я только не понимаю, почему его нельзя разобрать себе по кубикам как бы. Потому что все внутрь собрано. Там, видишь, швы какие-то, не можешь просто их никак достать. Вот именно как он это все заполировал-то снаружи. Не заполирал, просто так механизм строишь, что он просто снаружи никак не может разобраться. Окей, то есть подцепиться не за что, да? Ну да, да, ну посмотри, как он выглядит, да. То есть он, ну, абсолютно как бы, ну, ты не можешь оторвать, ничего сделать. Сил не хватит, только разбить. Красавчик, все в магазин за лего дупло для того, чтобы собирать свои собственные сейвы. Лего дупло. Лего дупло. Мне всегда нравилось это название. Вот. Я не знаю, я бы хранил там, наверное, лего детали. Две. Кто не украл, собственно, он так и делает. Он хранит в них лего детали. Влезает немного в лего сейв, но не в лего детали. Слушайте, его дети просто воровали его лего детали, и он такой, блин, достали. Я построил сейв. Забостроил лего сейв, который хранит лего детали от лего звездных войн. Было бы очень круто, если бы во втором лего фильме как-нибудь обыграли бы эту тему, мне кажется. Если она получит популярность, я надеюсь, обратит внимание. Ладно, следующая новость тоже забавная. Windows 10 уговаривает не отказываться от браузера Edge. Корпорация Microsoft не оставляет попытки увеличить популярность своего нового браузера Edge, который пришел на смену в Internet Explorer. Многие, наверное, не заметили, потому что буква «Е» так и осталась на логотипе. Многие не заметили, потому что не перешли на Windows 10. Потому что, да, используют браузер от Microsoft только чтобы скачать другой браузер. Но, как сообщает The Verge, новый билд Windows 10 еще недоступный для скачивания. При попытке сменить использующееся по умолчанию приложение просит дать Edge еще один шанс. Пойдяйте! Да. Это вообще просто... Это что-то невероятное. Как парень, который увольняют с работы, а он очень не хочет уходить. Всплывающее окошко рассказывает о преимуществах браузера Microsoft, возможности делать заметки, рисовать прямо на веб-страницах, режиме для удобного чтения. Ой, режиме для удобного чтения. Я все о работе. Простите. Убирающим все лишние элементы и прочее. То есть вам показывают, от чего вы отказываетесь. А вы просто не моргнув, потому что никто не читает никогда сообщения. Не, неплохо, на самом деле. Я хотел похвалить. Да, да. Да, ну давай. А что, это неплохо? Потому что обычно, когда ты отказываешь... Очень многие не знают функции, которые можно пользоваться в разных программах. Иногда это может быть что-то полезное, и таким образом они могут все-таки сохранить часть людей, которые уходят. Окей. Потому что я вот прочитал и подумал, если бы мне Microsoft это написало, я бы задумался. А потом такой, нет. Все, свитч анимай. В любом случае, что хочется сказать, никто никогда не читает вообще эти сообщения. Нет, ну никто не читает договора, типа, ну как это называется. Это лицензионное соглашение. Или лицензионное соглашение. Но тут-то, блин, три строчки. А потом заходишь на компьютер, у тебя там Яндекс.Браузер, у тебя там Омега. Я вам скажу, что когда вам что-то выскакивает на экране компьютера, прежде чем кликнуть ОК, всегда лучше почитать. Потому что там может быть что угодно. Да. У меня один раз так в детстве, я брату удалил все драйвера на компьютере, он потом всю ночь сидел. Это был, извини меня, 97-й год. И он потом такой, твоя дурацкая игра Warwind, мне все удалило. Варwind? Да, очень крутая стратегия. Господи, ты боже мой. Очень крутая, правда, поиграйте. Там есть трехногие существа. Дайте ей второй шанс. Стратегия Warwind. Там две части, между прочим. Второй части, дайте, будем. Нет, первой. И второй. Все, все, прекрати, Warwind, что это вообще такое? Ну вот там было, типа, вы хотите, чтобы мы удалили все ваши драйвера? Окей. Это был плохой опыт, друзья, поэтому читайте, если вам высказываете. Это очень злобно со стороны разработчиков, ну ладно. Да, вот Windows Edge, что сказать, наверное, после этой новости, нам всем, как хорошим представителям человечества, стоит пойти и дайте шанс браузеру Edge от Microsoft и посмотреть, так ли он будет. Я даже дам ему шанс, между прочим. Я, я, они меня убедили. Прекрасная гуманистическая новость. Осталось Windows 10 поставить. Следующая новость, наша тема дня. Да. И она очень вызывает смешанные чувства. Ее озвучит по этому поводу Арик. Потому что, да, тебе больно, я знаю. Да, мне больно, я не понимаю. Ну ладно, сейчас обсудим. Я не понимаю. Как можно было так сделать? Тема дня, друзья. Звезда сериала Светлячок бросила работу над Uncharted 4. Захар плач. Время пришло. Говнюк. А я знаю, что тут еще сказать. Ну ладно, давай. Аллен Тьюдик, сыгравший пилота Уоша в сериале Светлячок, если вдруг вы не смотрели, такой милый мужчина, признался, что работал над созданием Uncharted 4, A Thief's End, однако покинул проект. Актеру не понравилось, что сценаристы игры переписали реплики его персонажа. Драма, какая драма. Так вот, прямая речь от Аллена. Да, я действительно покинул проект после того, как они изменили мою роль, реплики моего персонажа. Зачем? Ладно, неважно. Мне это не понравилось. Более того, это сделало мой контракт с Naughty Dog недействительным. И я решил, что я повзрослел. И теперь могу сам принимать за себя решение. Ладно, продолжу читать прямую речь. Что это хорошая возможность уйти. И знаете, благодаря этому поступку я обрел друзей. Вот это очень странное заявление. Не среди сотрудников студии, а среди тех, кто, как и я, отказался от участия в создании игры. Как будто там типа 200 человек такой. Напомним, да, что... Там случилась ситуация, да, недовольно-таки. Случилась ситуация, и актер Тодд Сташвик, тоже озвучивший одного из персонажей. И сценаристка первой, предыдущих частей Uncharted. Слава богу! Слава богу! Эмми Хейнинг покинули тоже проект. Да. Это прям, это отлично. Это круто. Ну, это была довольно резонансная новость. Но Uncharted, это игра не про сюжет, как мне кажется, она больше про атмосферу. Но, когда создавали Uncharted 3, разработчики спрашивали, вот скажите, а как вы придумали там сюжет и так далее. Они сказали, очень просто. Мы сначала придумывали вау-сцены, а потом решали, как их впихнуть в сюжет. Но при этом были какие-то классные моменты, там, вступление, игра за молодого драйка и так далее. А Эмми Хейнинг понимал участие в написании первой части, да? Да, с первой по третьему. Очень хорошо, потому что первая часть просто отвратительный сюжет. Ты не прав. Просто суперпредсказуемый. Да там минут... Я уже тебе все расскажу... В «Индианин Джонс» предсказуемый сюжет. В «Индианин Джонс» великолепный актер главной роли вообще-то, который Хан Соло, если ты не знаешь. Надеюсь, устроишь свидание с ним, все сложится у вас, ребята. Так вот, странная новость такая, то есть с этой стороны, интересно послушать, что скажет Naughty Dog, потому что с этой стороны выглядит как будто Naughty Dog Корпорация Зла и там все такое. Да, это первая причина, а вторая, вот, ну, как бы не все рады работать над популярными играми, потому что мы так преподносим новости про то, что там актер озвучки присоединился, тут присоединился и так далее. Никто никогда не смотрит на вопрос с другой стороны, что, а кто-то даже и отказывается. То есть кто-то начинает, ему может не понравиться, и он уходит. Единственное, что мне кажется, я, естественно, вначале утрировал, возможно, у него были свои причины, возможно, были какие-то разногласия со студией, возможно, леплики поменялись. Ему просто, скорее всего, плевать на игры абсолютно. Скорее всего, это тоже, но просто, мне кажется, его прямая речь выглядит немножко самовлюбленная. Там еще и серия «Я еще не обрел друзей», но там не в студии, конечно, а среди других отказников, которые там плюнули на Naughty Dog, ушли вместе со мной. Не знаю, переписали ему диалоги и все. Я не знаю, там, понимаешь, есть несколько возможных причин, либо его персонажа кардинально поменяли. Может, и били. Вот, да суть не в этом. Просто кардинально поменяли, условно, был хорошим, стал плохим. Ну, да. Вот. Но это довольно бредово звучит, тем не менее. Второй вариант, который, мне кажется, более реальным, ему просто сократили лайны и все. Лайны сократили и переписали. Да, и результате плату тоже сократили. Да, и он такой, фу, мой контракт недействительный, ну фу-фу-фу, да. Ну, какие-то такие детали, наверное, неизбежные, когда меняет сценарист этот проект. По-моему, Эми Хеннинг все-таки начала работать над четвертым Uncharted, а потом ушла. Каждый решает сам для себя, интересно или нет. Но такая новость, какая-то немного ценовалась неуютная. Она интересная. Вот, ну я не знаю. Мне кажется, что четвертому Uncharted пофиг на этих актеров. Ну, естественно. Потому что там и без них было все хорошо раньше, в принципе. Даже с этой сценаристкой все было более-менее нормально, я имею в виду с ее участием. Хотя, может быть, естественно, может быть лучше. Потому что предсказуемости, вот убрать бы предсказуемость Uncharted вообще было бы шикарно. Ну, слушай, сюжет там, я с тобой совершенно согласен, не сильный. Но он, правда, никогда не был на первом плане. На первом плане всегда вайп приключений, перестрелки, какие-то там сокровища, новые страны, новые ситуации и так далее. Ну, как мне кажется. Ну, а сам, собственно, актер Алан Тьюдик сейчас участвует, занят созданием собственного мини-сериала под названием «Конмен». Если эпатаж этого человека вас впечатлил, то можете последить за его новыми работами. Он еще и в «Звездных войнах» в спин-оффе играть будет. Да, из «Гоя», который выйдет в следующем году. Да. «Стар Ворс Руж». Роуг. Руж. Руж. Нет, Шельма. «Стар Ворс Шельма». «Шельма-1». «Шельма-1» — это «Зоя-7». Да, все, мы закончили наш основной блог. Да, мы закончили наш основной блог. Всем, извините, спасибо, что смотрели. Всем кашель, пацаны. Спасибо, что смотрели. Сейчас будет розыгрыш. Сейчас будет розыгрыш. Вася очень доволен. Он так хочет отдавать подарки. Как будто мы забыли. Вася, я никогда не забыду. Все помним. Давай, Вася. Я все помню. Врубай шарманку. Погнали разыгрывать. Да. 159 подписчиков. 159 подписчиков и две карточки у нас, да? Три. Три карточки. Вы вообще где были, когда я это говорил? Я думал про встречу в Папе Вейдере. Да, кстати, пока Вася рандомит, я быстро напомню, что мы перезапустили сайт Мира Фантастики, если вы еще не в курсе. И группу в... Ну... Я без звукового оформления. Шел сам, респект. Так я типа пою, а ты типа под важную музыку. Плюс взялись за группу ВКонтакте, очень основательно подписывайтесь на группу ВК слэш Мир Фантастики в одно слово. Заходите на новый сайт Мирв.ру. Наслаждайтесь, потому что все стало удобно, красиво, современно. Наконец-то выбрались из нулевых, отодвинули это темное прошлое. Но, кстати, старый дизайн сайта доступен по ссылке old.mirv.ru. Если с вами что-то не даст. Да, вы всегда можете зайти и почитать старую версию сайта. Заходите, порадуйте нас, мы стараемся для вас. 125-й подписчик выигрывает первую карточку, и это человек с ником. ПОЗИТИВНАЯ СОСИСКА. Да. Поздравляем тебя. Немного больше позитива для тебя, наш дорогой подписчик. Карточка на 10 евро, теперь твоя в магазине G2. Человек, который хотел создать ник Зануда, но он был занят, и он создал ник Задуна, задает вопрос. Как участвовать? Как участвуют? Участвовать? Господи, что со мной? Так вот, чтобы участвовать, просто станьте нашим платным подписчиком. Все очень просто. Нет секретов, нет сложностей. Просто подписано, и все готово. Причем можно подписаться даже во время эфира, и после эфира вы уже будете участвовать в розыгрыше. Вопрос? 108 подписчик. Наш второй победитель. И это? А ты новых-то добавил? 108. Это не позитивная сосиска? Ньякр. Ньякр. Как сказал Вася, мы все повторили. Ньякр. Обсмаковали этот ник. В любом случае, ты победил, и тебе достается вторая карточка на 10 евро. Осталось нам выявить последнего победителя. И Вася рандомит. Номер 53. Наконец-то кто-то из первой сотни. Столько-сколько нам лет на двоих, Захар. Очень символично, очень символично. 53, последняя цифра 3, Half-Life 3. Confirmed. Давай, Вася. Тебе все равно никто не поверит. Да. Отличный мем. Йок-хаус. 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 Окей. Третья карточка разыграна. Все победители проверяйте личку Твича. Да, вам сегодня напишут. Вообще все проверяйте личку Твича, потому что время отременно туда приходят ништяки. Да. Спасибо большое, что смотрели нас. По поводу стримов новости будут попозже в социальных сетях и тут на Твиче. В расписании. Все, будем прощаться. Да, сегодня будет все расписание, поэтому не обессудьте. Смотрите, подписывайтесь в социальных сетях, заходите на мирв.ру, приходите на встречу в Папу Вейдере, если вы живете в Москве. С вами были Артавас Мурадян. Захар Бочаров. И Василий Копейкин. Мы прощаемся с вами до завтра. Пока.